Всем доброго времени суток. Ну что ж, перед нами очередной олдскульный битэмап. Хотя на дворе вроде как 2020 год. А вроде типа говорили, что жанр умер. Так сегодня под нашим пристальным взглядом оказался битэмап The Takeover, который даже своей обложкой явно намекает, с какой конкретной игры авторы брали вдохновение. Но не спешите разбегаться, что черпали вдохновение отнюдь не значит тупо скопипастили, как думают многие. Давайте по порядку. Игра представляет из себя на вид обычный такой битэмапчик. Идете слева направо, лопите кучу вражин, сбиваете мусорные баки и бочки в поисках оружия или хавчика, чего же еще там можно найти. Ну и в конце сбиваете большого и живучего босса. Повторяем так 7 раз и игра пройдена. Но отличие, как говорится, в деталях. Взять, к примеру, те же баки и бочки. Они зачастую бывают взрываются, или просто вместо яблока или бургера подкинут вам гранату. Оружие также не ограничено ломом или катаной, можно найти, к примеру, автомат или патрончики для вашего пистолета, о чем чуть позже. Враги по большей части представляют стандартные наборы банков, бомжей, каратистов, сумоистов или девок с катанами. Кто-то будет блокировать ваши удары, кто-то в наглую стрелять с дистанции, а кто-то махать дубины при подъеме. Все это мы и видели ранее. Боссы по большей части также мало что нового представляют. Однако само разнообразие врагов радует. К тому же их зачастую довольно много на экране, и приходится довольно быстро адаптироваться к ситуации. Но самое главное, их банально приятно избивать. В вашем распоряжении изначально есть три персонажа, плюс один открывается после прохождения игры. Если пройти игру уже за него, откроется еще один дополнительный режим, в котором вы якобы можете менять персонажа прямо на ходу. Якобы потому, что я че-то такой кнопки не нашел. На этом, кстати, есть небольшая проблема у игры. Само управление на клаве отлично перенастраивается, как ваша душе угодно. Но почему-то после одной настройки обратно заходить в настройку он не хочет. И, как я уже сказал, кнопку смены персонажей я че-то не нашел. И игра в этом мне никак не помогает. Что же касается самого управления, оно в целом довольно удобное, отсывчивое, и, как я уже заметил, его можно комфортно для себя настроить. У вас есть две кнопки ударов, банч и кик. И, жмякая по каждой из них, вы можете сделать стандартную для жанра комбу из четырех-пяти ударов. Однако, вы также можете перемешивать эти удары в одной комбе. И вот тут игра становится натуральным комбо-монстром. Можете подбросить врага в воздух для последующих джагглов, можете, наоборот, вбить его сильным ударом в пол, а можете вообще замыкать одну комбу в другую, создавая натуральный инфинит. Правда, игра вам так сделать долго не позволит. Банально, потому что обычные враги к этому моменту уже благополучно сдохнут. А боссы после четырех-пяти ударов либо смоются, либо сделают круговой спешл. У вас этот спешл, кстати, тоже есть на отдельной кнопке. Причем, как и в Стритс оф Рэйдж 2 и 3, есть две вариации. Круговая, собственно, для разброса врагов, или вперед, для зачистки, скажем так, завалов перед вами. Четвертая кнопка для прыжка, куда ж без него, пятая кнопка для бега, хотя бег можно запустить и по старинке, нажав дважды вперед. Атаки с прыжка и бега, само собой, присутствуют. Шестая кнопка для оружия, и действует она по принципу Resident Evil, то есть, нажимая эту кнопку, вы лишь берете оружие на изготовку, и, нажимая удар, держа это оружие в руках, стреляете влево или вправо. Патроны, соответственно, ограниченные, и на дороге они не валяются. Есть еще седьмая кнопка для активации режима гнева, это шкала в виде слова рейдж, сверху посередине. При ее активации вы становитесь полностью неуязвимым, ну как неуязвимым, просто ваш персонаж будет автоматически блокировать абсолютно все удары. А также станете сильнее и быстрее. Шкала накапливается по мере избиения врагов. Также у вас есть шкала супера для активации суперприема. Накапливается так же как шкала гнева, но в отличие от него она может упасть, если вы получаете урод. Активируется супером нажатием обоих кнопок удара и выглядит как град ракет. Отсылка на призыв полиции в первой части Streets of Rage. Помимо этого, у вас также есть захваты, броски, и так же как в Streets of Rage можно перепрыгивать врагу за спину из захвата и делать более мощный бросок. Последнее, что можно отметить относительно боевки, это перекаты из Streets of Rage 3, если нажать дважды вверх или вниз. Эти перекаты неуязвимы, и ими можно отменять практически любое действие. Очень полезно, если, к примеру, заметили гранату под ногами во время комбы. Врагов ведь полно, и ждать, пока вы отлупите одного из них, они не будут. Так что экстра-маневренность не помешают. Как вы поняли, игра довольно сложная, врагов полно, а здоровья дают немного, а отнимают довольно-таки быстро. Но ваш арсенал приемов и движений позволяет пройти игру при должном навыке. Если играть на изи или нормале, вы, конечно, сможете продолжить с той же секцией, где погибли. Но вот на харде такой щедрости не будет. Старт с самого начала, три жизни и никаких контов. Благо, парочку экстра-жизни можно найти по ходу игры, ну или получить в парочке бонусных уровней представленных в виде покатушек с пострелушками. В одном вам придется кататься по шоссе, а в другом летать на самолете, отстреливая врагов. Второй бонус, кстати, уж очень сильно напоминает сеговский авторбернер. Оба бонуса довольно кривоваты, если честно, в плане управления. Но они непродолжительные, вполне задорные и самое главное вносит разнообразие в игру. И они задерживаются надолго, не отвлекая от основного действия. Да, пожалуй, единственный суровый минус игры это ее продолжительность. В игре всего-то 7 уровней, поделенных на 2-3 секции каждый. Но они уж слишком затянуты. Серьезно, за то время, что вы будете проходить The Takeover, вы успеете дважды пройти любую игру из серии Streets of Rage. К концу игры это немножечко напрягает. Вышеупомянутые бонусы, конечно, вносят небольшое разнообразие, но ситуацию в целом не меняют. Что касается разнообразия, тут на помощь как раз приходят 4 разных персонажа. А отличаются они практически всем. Скоростью передвижения, приемами и даже огнестрельным оружием. Например, Итан, местный аксель, ходит с беретой, поражающей одну цель и наносящей мало урон, но стреляющей довольно-таки быстро. А вот его подружка Меган, местная Блейз, ходит с Магнумом, прошибающим врагов насквозь, но с очень медленной перезарядкой. В игре также есть несколько дополнительных режимов. После прохождения игры открывается режим Челлендж, где вам надо пройти уровни с определенными условиями, типа не использовать спешлые или не позволять своему здоровью падать ниже 50%. Также есть режим тренировки, где вы можете в безопасных условиях проверить, на что способен ваш персонаж. Туториал, который вам объяснит то, что я по сути рассказал пару минут назад. И режим выживания, где вас забрасывают на арену с кучей врагов и несколькими ящиками с припасами. В общем, контента не сказать, что прям много, но его вполне достаточно. При этом, в игре даже есть сюжет. Причем, не линейный. Не, ну он как бы линейный, но в конце можно выбрать, что вы будете делать с главной злодейкой после победы над ней, что влияет на концовку. При этом диалоги и сам сюжет никоим боком не воспринимает себя всерьез и является этакой карикатурой на боевики 80-х-90-х. Правда, в некоторых моментах игра все же перегибает палку. Например, шестой уровень проходит в азиатском сеттинге. И это частично понятно. Все-таки в каждой игре с отсылкой на 80-е и 90-е должны быть нинджа или сумаисты, или, к примеру, периодически встречающиеся враги-роботы. Ну, вот куда ж без них. Но вот монстряки, появляющиеся в одном из уровней просто буквально из ниоткуда, это уже немножечко перебор. К ним не было вообще никаких предпосылок. Они просто появились, вы их в одном уровне постреляли, и они также куда-то пропали. И больше никогда не появлялись вообще. И никто про них не вспоминал. Как будто уровень просто выдрали из какой-то другой игры и вставили сюда, лишь бы был. Выглядит и звучит игра тоже вполне неплохо. Графончик у игры немножечко, так сказать, пластилиновый, но, как по мне, это лучше, чем очередная пиксельная поделка. К тому же, анимация в игре вполне годная, и в полусражения шероховаться графического оформления как-то даже не видно. Кстати, многие анимации ударов были взяты из других игр. Например, качок Коннор практически один в один Аликса Стритфайтера 3. А вот что точно бросается в глаза, это обилие взрывов, спецэффектов и множества объектов на переднем плане. Выглядит, конечно, эффект, спору нет. Но местами трудно понять, что происходит, или, к примеру, за передним планом не видно выпавшего предмета. Музыка в игре довольно бодрая и чередует хард-рок с техно. Последняя причем выполнена в стиле Юзука Широ. Да и он сам к саундтреку руку предложил если шмуту пошло. Звуки ударов и взрывов также радуют, хотя последних иногда слишком много, как я уже отмечал. Да и озвучка в катсценах вполне сносная. Хотя в этих самых катсценах иногда спорный арт. Да и вид героев в катсценах не совсем совпадает с тем, как они выглядят в игре. В общем, итоге я ставлю игре 9 баллов из 10 и настоятельно рекомендую ознакомиться. Это отличный битамап старой школы игры из якобы ушедшего жанра с хорошим визуалом, приятной музыкой и очень бодрым и динамичным геймплеем. Из минусов отмечу затянутость уровней, чересчур большое обилие спецэффектов и объектов на переднем плане, которые зачастую мешают. В остальном вещь отличная. Ну а у меня на сегодня все. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok